Всем привет, меня зовут Адин Шмаффин, это игра, которая называется Leave Me Alone. Оставь меня одного, оставь меня в покое. Начинаем играть. Игра резко стала огромной. Эй! Эй! Блин, я же её растянула, а она резко стала... Огроменной. Игра... Это так нечестно. Ноксус Гейм Студио. Наебал меня, если честно, потому что я растянула игру, и теперь нужно её развернуть назад, а то она будет слишком огромной. Кубер... Куперкуп. Куперкуп. Всё, готово. Эта игра содержит скримеры, страшные громкие звуки, кровь и насилие. Нажмите спеть, чтобы скипнуть. Не, не буду. Не буду. Используйте наушники, врубите звук на максимум, ярко сделайте контрастный, играйте в темноте один и сфокусируйтесь на истории. Что вы как полношки. Итак, мы смотрим на вот этот лес, великолепный, который грузится. Live me alone. Опции потише. Вы, конечно, сказали, что громкость нужна повыше, но хрен вам. Играть одному тоже как-то не выйдет, потому что играем. Мы с тобой вдвоём здесь, в конце концов, как иначе. Ходить, shift-турнить, интерактить. Свечи-камера, свечи-камера, свечи. А! Я могу как в старых играх. Ну, давай так. Отлично. Я приехала. Что такое? А-а-а! Это же какой-то маньячил за нами идёт, а мы только сбежали. Мы попытались. Оставь меня в покое. Мне кажется, это такая себе фраза для маньяка. А что ты ему... Ты сказала, что мы live me alone, он тебя зарежет. По факту ты там умрёшь один. Вот тут. Пойти нужно встретиться с ноем и подготовиться к эмпингу. Нужно забрать свой рюкзак и фонарик, зажигалку, чтобы мы могли сделать этот костёр. Забери свой рюкзак и зажигалочку. Я миллион лет не играла во все эти игры. Я уже не помню. Они резко... Резко какие-то на английском. Нужно резко как-то переводить. А вот мой рюкзак. Вот он. Вот он. Вот он. Бери. А лайтер у меня где? А лайтер у меня где? В холодильнике, может, лайтер? Ну, вдруг я его ем. Вдруг я питаюсь огнём. О, хлеб. Ничего себе. Давай хлеб возьмём. А, вот она зажигалка. Я ещё поджигаю хлеб. А, ну, с другой стороны, у меня, может, тостраницы нету. Я поджигаю хлеб, чтобы были тосты. Хочу тосты. Почему нет? Тосты это вкусно. Так, а где выход у меня? Я всё взяла. И лайтер, и бэкпэк. И пописать. Ну, чё-то как-то писаю я не так, как надо. Вообще, я всё взяла. Где выход в моём доме? В моём доме где выход? Даже нет, это моя спальня. Я заблудилась. А, подожди, нет. Это же та же самая комната. Стоп. Вот, сюда мне надо. Да ёбкарный свет. Ладно, не сюда. Подожди, я не в ту комнату вхожу, что ли? Да блин! Почему я оказываюсь в одной и той же комнате? Я аж целилась, куда надо. О, всё нормально. А, вот она, выход. Вот так и осталось замурованной в доме. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какие плоские деревья. Прям по кайфу играть. Это в 2004-м. Ой. В 2024-м в таке игры. Как будто действительно в 2004-м. Оставь меня в покое. Оставь меня. Одного. Хотя нет, на самом деле, графика 1994-го года. Иной. Я так воспреждён тем, что мы едем в лес. Да, мы едем в лес, Джексон. Будет лучшая поездка в лес. Ничего нам не поможет... Не помешает насладиться природой. Очень согласен. Слышал странные истории об лесе и легендах, которые там ходят по ночам. А, ты знаешь, эти истории? Это просто легенды. Они для большего опыта. Просто два пацана вышли на природу. Ничего, нормально всё. Я надеюсь, что ты прав. Но серьёзно. Что мы будем делать, если случится что-то странное? Чувак, если я вижу что-то странное, я буду быстрее испуганной белки. Но серьёзно не волнуйся, всё будет хорошо. Мы просто едем в путешествие, ничего странного не случится. Ты всегда так говоришь, но и посмотрим, что случится ночью. Просто два парня едут на природу отдыхать. Какой-то лес полувырубленный. А за нами уже едет грузовик. А все поехали на природу. Мы поехали на природу, и грузовик поехал на природу за нами. За нами, как говорится, следили всё это время. Все чувствовали, что мы едем на природу и решили нас там подкараулить. Чего там? Какие-то леса. Шепчущие леса. Шептуны там в лесах. Шептуны в лесах. Это мы с другом. На природе. Мы приехали. Ничего странного. Просто два друга на природе. Вот это мы. Мы приехали. Да. Да, да, мы приехали. Как насчёт этого, Джексон? Ты устанавливаешь палатку, а я поищу дерево для костра. Чё думаешь? Хорошо, я поставлю палатку. Чё у него уши у моего друга какие-то завёрнутые? Я поставлю палатку. Офига себе, это специально для нас вырубили. А как ставить палатку? О, тут можно. Вот так поставлю палатку. С видом на машину. Хотя нет, ну там с видом на другой проход. Мало ли кто там белки на нас выбегут. Убивать будут. Забери свой бэкпэк из машины. Я уже бегу, да? Я уже бегу. Бэкпэк, бэкпэк. А чё, мы даже не на рыбалку, просто куда-то поехали в лес. Вот на эту поляну. Забери фонарь из машины. Где машина? Внезапно. Средачисть говорят на истории. Исследуй карту и подожди, Ноя. А у меня карты нету, я не взял. Я взял с собой только рюкзак и зажигалку. Никакого исследования карты у меня тут нету. Чё такое карта? Какая карта? А, исследуй карту, да. Всё правильно. А какая карта-то? У меня нет карты никакой. Или типа погуляй по лесу? Найди Ноя. Тут какой-то лес полувырубленный. Ну чё, я нажат побежала. Ну, отлично, да? Красиво, здорово. Дождись, говорит Ноя. Ной, блин. Ну я бегаю. А где он? Ну этот. Ной прибой. Там какой-то проход есть, меня не пускают. Следуй, говорит, карту. Какую карту? Какую нахрен карту? Похренели? У меня нет никакой карты. А вон там ещё какой-то проход есть. Почему нельзя было сказать «погуляй». Где я? Что со мной? Карту какую-то исследуй. Я бегу. Я спортсмен. Мне кажется, я так быстрее заблужусь. Это что за что-то такое? Чё это? Нет? Не хочешь никак на это реагировать? Вот это огромное здание тебя вообще не смущает, да? Это нормально? Вы приехали в какой-то толпанный лес. На котором даже нет озера какого-то. Вообще ничего нету. Просто поляна какая-то вырезанная. И стоит рядом какой-то дом. Никакой реакции. Странные вы, пацаны. А, это что такое? Это кладбище? Реально кладбище? Ну это куда нас привёл? Тут кладбище и гробы. Бог ты мой. Чего? Ужас какой-то произошёл тут в этих лесах. На кладбище. В 1982 году. Тело было найдено на местном кладбище. А владельцы не понимают, что произошло и как это случилось. Детали все очень страшные, непонятные, неизвестные. Тело нашли во время утренней прогулки по кладбищу. Нормально. У меня бы было кладбище. Если бы я жила в лесу, у меня было кладбище рядом, я бы тоже гуляла туда. Потому что куда ещё? Хотя тут такое кладбище неинтересно. Район вокруг кладбища был исследован. Ничего не было найдено. Ничего подозрительного тоже не было. Владельцы пытаются разогнать старые слухи и тёмные истории вокруг с этим лесом и кладбищем. Авторитеты вообще ничего не понимают. Ну, короче, фигня какая-то случилась. Нашли тело. Ну, нашли тело. Кто-то сдох на кладбище. Вот. Теперь грабина для него лежит. Тут уже... Подожди, 1982 год. А мы в каком? У него было 90-е, у друга на моего на футболке. Чё, он 10 лет в гробове там лежит? Чё, как-то тупо. Кладбище есть, а мы шли, а закопать не закопали. Чё, там места, что ли, нет? Я не знаю, вот выпиливайте пол леса ради непонятно чего. А это вот... Слушай, ну и собирайся. Я нашёл кладбище. Джексон, я нашёл дерево. Давай разведём костёр, а то становится поздно. Что-то мы пока раскладывали эти брёвна. Чё-то уж как-то сильно потемнело. Могут взять заодно эту... Жидкость зарожига. Слышишь, я несу зажигалки. Алатерн, ты не хочешь разожить? Ой, я там себе ногу спадил. Ну, ничего не подумаешь. Пойдём заодно. У меня странное ощущение насчёт этого леса. Я согласен. Иногда хорошо избежать из города на природу. Кстати говоря, ты знаешь какие-нибудь страшные истории? Это же такая традиция перед костром рассказать страшные истории. Ну, конечно, я знаю. Я сейчас начну. Слышал местную легенду о тихом призраке? Нет, не слышал. Что за история? Они говорят, что много лет назад одинокий путешественник потерялся в этом лесу. Он гулял и гулял по тропе и не видел её конца. Они сказали сейчас, что, возможно, в ночи слышны его тихие шаги через лес. Когда он всё ещё пытается найти выход. Всё это нельзя объяснить, но что-то в этом лесу есть. Ты не думаешь? Иногда воображение играет с тобой шутки. Ну, давай повеселимся. Никаких призраков тут нет. И вообще. Согласен. Никакие легенды не остановят нас наслаждаться природой и отдыхом. И так далее и тому подобное. Они говорят не как люди, если честно. На протяжении долгого времени Джексон и Ной болтали безумолку часами. Ной, поздно уже. Я устал. Пошли спать. Я тоже пойду спать. Я вымытан. Здорово. Спокойной ночи. Давай-давай. Всё, спатеньки. Пару часа спустя. Чё, пару часу съеднула за пару часов? Та уж точно бы легли. А вы чё, даже без... Что это? Лучше разбудить Ноя. Мне кажется, это был Ной как раз. Ноя здесь нету. А где он? А чё, палатка тут для тебя? А Ной спит снаружи? Тебе не жалко своего другана? В конце концов, он в этой хрени мог бы и в палатку лечь. Ладно, ищем мной, а вот аморал. Боже, какой кошмар. У меня лампа, кажется, застарела. Она не сгибается. Вот это я, конечно, бегу. Куда это я бегу? Кажется, так в лесу легко потеряться. Опа. Чё только? Гарош какой-то. Закрыто. Ну, закрыто и закрыто. Всё, закрыто. Всё закрыто. А, нет, тут открыто. Нормально. Блин, ещё одни какие-то записули. Снова мистика какая-то в этих лесах. Уже в 83-м году. Все были шокированы случаями, которые произошли в этом лесу. Он стал местом мистического инцидента. Что-то убийца был глубоко в лесах где-то найден. Детали все неясные. Источники неизвестные. Всё это происходило ночью. Добавляет слой мистики и неясности. Никто не понял, кто там жертва и кто, возможно, пертербатор. Местные жители были просто в шоке этой ситуации. И понасоздавали местных городских легенд и старых историй с этим лесом. Ну, в общем, опять когда-то произошла хрень. Кто-то помер. Кого-то не нашли. Ну, помер, помер, как говорится. Не об этом речь. Блин, опять эти двери начинают со мной с ума мне сводить. Что, тут не открывается? Не хочет? Это что тут? Диванчик и телевизор. А как в этот гараж привели телевизор? Там есть вообще электричество. Ладно, картинка. Это Ной? Ной ли это? Да, это Ной. Ой. Неловко-то как вышло. Ой. Добрый день. Сорянчик. Сорянчик. Извините. Ладно, ты какой-то, конечно, косой. Косой, кривой. Как и я. Ой. А что я так, я миленно умираю? Бам. Ладно, жил как плохо, помер как плохо. А, не особо, где моя латерн. А, не особо удобное управление. А я могу поменять камеру. Я могу вот так выглядеть. Я умная. А, не особо удобно. Извините, солянчик. Не хотел я вам мешать. Извините. Ну, смотри, ты себя сдал, как дурачок. Воу-воу-воу! А, я сбежала! А, я сбежала! А, я сбежала! Всё, до свидания, я пошла отсюда. А, как выйти? Где выход? А, я сбежала! Он гонится теперь за мной! Слышишь, давай как-то разойдёмся, я спортсмен! А, я тебя обгоню ещё только в путь. Хоть за мной бегать! У тебя уже есть ноя, ешь его сам. Я тебе не товарищ! Не товарищ, не друг! А чё, как это я это тормознула так резко? Почему? Да, блин, вы серьёзно? Прямо отсюда? Я не знаю, почему у меня резко всё остановилось. Он почему-то перестал бежать. Вот урод! Я говорила, что я спортсмен! Я говорила, что я спортсмен! Почему ты себя спалил в очередной раз? Вот ты дурак! Ооооооооо, воу, воу! Воу, 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 воу... Беги-и, ноо! Закрыто! Открыто, бежали. Ну, то есть я успела сбежать быстрее, чем она гонится, да? Ну, там пытаются. А чё ты встал-то в очередной раз? Запрыгивай в тачку. Да беги ж ты, господи! А чё нет-то? А почему нет? Почему нельзя запрыгнуть в тачку? Ты дебил! Ещё мне на дорогу бежать? Токатулку. Я не понимаю, почему он тормозит в какой-то момент. Токатулку. 0,2, 14. 0,2. 0,2, 14. 0,2, 15. Так и что? Мне кажется, на дорогу-то бежать бессмысленно. Нужно бежать в этот... В тачку. Ну и что, прибегу и на дорогу. Красавчик такой. И кто меня там подберет? Я в свой бэкпак не брала ни топора, ни молотка. Вообще ничего. Только зажигалку. Всегда не понимаю, почему нельзя прыгнуть в машину. Ну вот он просто это отбегает и все. И досвидули. Что, бежать по дороге? Вообще тупость. А, меня машина сбила? Еще как сбежать? Потому что тупо. Ладно, я от маньяка, на самом деле, бы не сбежала. Я без понятия, что делать. А, ну... Игра, на самом деле, скучноватая. С типичным сбеганием от маньяка и так далее и тому подобное. Я думала, тут будет что-то поинтереснее. Ну, а на этом я закончу. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, ставь комментарий. Всем спасибо и всем пока.